В лесу возле деревни Сивково оживленно работают поисковики. Первый выезд сюда состоялся неделю назад. Проверяли информацию от местных жителей. Здесь обрели покой солдаты Великой Отечественной войны. Сначала исследовали землю перед памятником. Результат неутешительный, пусто. Есть вероятность, что останки все-таки перенесли. Работу по укреплению захоронений проводили в 60-70-х годах. Пусто, пусто, пусто. А вот за памятником и чуть в стороне, на глубине 60 сантиметров, одиночное захоронение, останки человеческие. И мы видим, что это останки большой доли вероятности женские. По базам данных Министерства обороны установили. Это Лидия Попова, прожектористка 1-го прожекторного полка. Скорее всего, стала жертвой авианалета противника в районе Кубинки 5 сентября 1942 года. Провела две недели в госпитале. Но медики оказались бессильны. Мы выяснили, что на братской могиле деревни Сидоровская нескольких километрах отсюда значится ее фамилия и инициалы. И в паспорте захоронения она числится туда перенесенной. По факту мы видим вот такую картину. В паспорте захоронения в Сидоровском значится еще 15 умерших от ран в госпитале бойцов, останки которых перенесли. А вот по документам или на самом деле, теперь пытаются выяснить поисковики. Вот яма старая, длиной 2 метра. Вот откуда она в лесу. Знатоки истории говорят, во время битвы за Москву это была передовая. Из деревни Акулова красноармейцы отступили сюда, под Бутынь. Здесь же забрежил и рассвет победы. Наши перешли в контрнаступление. На этот период и приходятся основные потери. А госпиталь как раз и располагался там, где сегодня работают поисковики. Где ель завалена, там был вход. То есть, сами понимаете, какое. Сейчас оно как бы завалено немножко, но четко границы мы видим, наблюдаем просто. Представьте себе, каких размеров это было. То есть, это была зима, декабрь, ноябрь-декабрь как раз сюда отступили наши ребята, откуда потом пошло наступление. Солдатские ложки, пряжки, гильзы, помпа от шприца. Лес под Сивково хранит много воспоминаний о Великой Отечественной войне. Но самое главное, поисковикам удалось найти неучтенные захоронения. Одно массовое и три одиночных. Детальные их изучения отложили до следующей экспедиции. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.